всем привет добро пожаловать мою оранжерею сегодня в моем видео будет такой небольшой обзор который уже стал традиционным каждый месяц и хочу показать как себя чувствуют мои растения что ну ну пойдемте в мою оранжерею посмотрим как себя чувствуют растения в ноябре уже сегодня последние дни ноября и в моей оранжереи вот такое вот буйство зелени монстерка я кстати убрала у нее листик вот мне он не совсем нравился потому что какой-то дефект был я его сегодня срезала чтобы она не отдавала сил на него но мой папоротни гигантские все хорошо кстати у него вообще вот вроде зима и отопительные же уже все равно сезон и листья у него хорошие ничего не желтеет ничего не сохнет но я его конечно опрыскиваю в течение дня могу два раза попрыскать он любит он любит но поливаю я его не так часто я даю просохнуть и поэтому у него вот такие хорошие листья видите вообще просто идеальное можно сказать но здесь у меня сенсация антуриумы и аллоказия аллоказии вообще просто тоже огромные листья такие нарастают и кстати смотрите это вот стоит у меня фикус который я спасала помните у меня как-то было видео я его конечно же и обрезала потом видите какой и у него идет рост но я бы не сказала что он прям такой распушился нет он еще не распушился но у него идет рост я прям вижу как молодые листочки появляются думаю что к весне то он совсем такой пышненький будет сейчас покажу аллоказию листочки такие красивые смотрите уже больше чем моя ладонь без всяких желтых пятен я тоже ее поливаю по мере пересыхания верхнего слоя почвы и поняла что ей так нравится перелива она тоже не любит но это моя шифлера красотка здесь я еще фикус один поставила здесь у меня тоже вот такое место для отдыха и также мельком еще покажу бугенвилли так как я вчера выкладывала видео про бугенвилли уже видели мои цветущие ну это мое цветущее окно я конечно потом покажу вам как там совсем распустится хорошо при цветнике и я вам сниму видео обязательно и мой а бутилон ну конечно смотрится очень красиво вот такой вот он уже самостоятельно у меня стоит без опоры и вот такая раскидистая у него крона конечно его надо подстричь но у него такая красивая сейчас зелень пошла что мне даже жалко его стричь и ну хотя придется его маленько подрезать но я сниму видео обязательно когда буду его подстригать это моя дура банточка так разрослась вот такая у нее крона я уже говорила что формирую ее штамп деревца вот видите у него какой стволик уже ну он в принципе вот здесь у меня как бы палочка но он уже все самостоятельно стоит потому что он уже видите какой толстенький уже стал стволик и если появляются на нем какие-то отростки я это все убираю а смотрится так вообще классно ну и сейчас пойдемте дальше вглубь моей оранжереи ну конечно же у меня за этот месяц появился водопадик который я сделала своими руками все хорошо живут рыбки там ну вот сейчас конечно их не видно все попрятались в камушках а вот там три где-то штучки плавает а остальные спрятались а остальные спрятались хотя уже у нас тут восемь штучек ну вот если видно то там вот они ну я им купила фильтр у нас теперь фильтр и рыбки это оценили ну теперь свою оранжерею я хочу птичку ну вот вы мне рыбки советовали какие купить и запустить теперь жду совета от вас какую бы завести птичку я уже думала думала либо кеннера ну канарейка только самца кеннер называется он такой поет или думаю попугая корелла ну они такие красивые птички и в общем-то если мы с маленького возраста то они в принципе очень хорошо повторяют человеческую речь или какие-то звуки то есть мне кажется попугай то вообще прикольнее будет так что жду от вас комментарии ну здесь вот у меня возле водопадика расположились монстерка альба кстати вот у нее смотрите вот этот листочек он совершенно зеленый вылез а этот посмотрите какой красавец помните вообще то есть с варигатностью а то я даже запереживала думаю ну как так вроде бы здесь листочки варигатные есть да вот варигатность а этот зеленый ну может быть он стоял у меня в другом месте и не было столько освещения хотя ну здесь уже наверное не проявится вот здесь вот как бы светлее ну сейчас просто не видно отсвечивается ну в общем все хорошо варигантный листик у нас появился но пока не резной ну я думаю это в будущем конечно это еще молодое растение пусть растет здесь же у меня личи прям так хорошо ему возле водопадика это спатифилумы у меня тут молоденькие и тоже у пикассо вот у него хотя там видно да по кромочке есть варигатность а вот эти листочки они видите какие ну ничего а вот второй вот этот вот я вижу там будет прям с белым он прям лезет видите как прям с беленьким ну тут тоже листик но я думаю что здесь влажности им достаточно думаю что они себя будут здесь хорошо чувствовать ну здесь у меня орхидейки орхидейка филадендрончик стал прям хорошо расти здесь возле водички кофейное деревце тоже они же все любят влажность и воздухоповышенную ну вот тоже здесь стоит там розмарин винеется ну это тоже филадендрон мой тоже листочек смотрите новый выпустил растет быстро здесь у меня авокадо проросло еще из косточки видите тоже его сюда поставила здесь у нас такой вот раскидистый мандарин я его постоянно знаете пстригу можно сказать делаем стрижку и у него все равно смотрите рост какой идет ну смотрится он вообще хорошо это плюмерию туда за водопад тоже поставила в угол здесь вот смотрите в кадр попадает орхидеи у меня опять зацвели но только вот новая веточка и распускается еще полностью не распустилась она видите там еще один цветонос наверху и все видимо это благодаря моей лампе растения в общем то все хороши здесь прям бага опять у меня распустилась здесь у меня тоже я как-то показывала что такой вот эпифилум у меня он кстати распушился был вообще маленький видите какой уже хороший стал так он кашпо красивым здесь гибискус весь в бутонах ну правда некоторые вот бутончики я смотрю на полу лежит но у него столько много бутонов здесь же у меня два сорта и вот они там вот красный скоро распустится здесь вот такой вот такой знаете желтый какой-то как персиковым оттенком ну в общем очень много бутонов в общем все хорошо у нас здесь у меня адеши малышня и эти хорошо растут кстати мне надо их посадить по разным горшочкам это я недавно сеяла свои семена и вот пожалуйста вот такие мы выросли здесь наверху тоже несколько одешек ну клюмбага тамаринд показывала у тамаринда вообще красивая зелень очень это мой эпипеп приму господи что за слово это моя тоже варигаточка такая красивая ну такое название что знаете язык не поворачивается выговаривать думаю вы знаете что это за растение а вот мне название написано такой подрос тоже хорошо это у меня здесь двойное кашпо внизу варигаточка у меня и здесь еще наверху такой вот и покажу свою полочку которую тоже сами кстати изготовили своими руками здесь у меня адениумы большие стоят крассандра гордыния ну а адениумы естественно отдыхает сейчас но они все равно прикольно смотрятся у них такие кельца красивые пузатые и хочу показать свой филадендрон гитаровидные смотрите какие большие у него лопухи наросли вообще просто как вы смотрите больше чем моя ладонь а я его покупала у него конечно листочки прямо совсем такие не совсем мелкие но мелковатые все равно были я его брала совсем маленького но сейчас он конечно вообще красавец становится да листья такие еще блестящие красавец в общем мурая у меня вся в цвету такой аромат стоит конечно вообще на всю гостиную когда особенно с улицы заходишь вообще видите все ветки но там на ней ягодки где-то висят ну и вообще как бы я читала что очень полезно вот именно когда мурая издает такие ароматы это очень полезно для здоровья ну и давно вам не показывала свой цикос цикос чувствую себя тоже хорошо но пока роста никакого у него нет я думаю но к весне он у меня выпустит еще листиков восемь а то и девять здесь у меня лес просто такой фикус шифлеры но это окно у меня с диплодениями диплодения у меня такие как бы рост знаете практически нет они у меня уже на отдыхе можно сказать полив я немного сократила но некоторые есть там где-то бутончики но это совсем уже остались мало то есть все хорошо за окном у нас конечно снег уже и я вам прям редко показываю у меня здесь в ванной комнате еще растет хоя видите какая большая так она свисает у зеркала очень красиво смотрится ну вот такой обзор получился жду от вас комментарии что вы мне посоветуете по поводу птичек увидимся в следующем видео а